Каждый из трех игроков записывает 100 слов, после чего записи сравнивают. Если слово встретилось хотя бы у двоих, то его вычеркивают из всех списков. Может ли случиться так, что у первого игрока осталось 61 слово, у второго 80, у третьего 82 слова? Если, повторяю, в начале у каждого в списке было 100 слов. Так, вы услышали, поняли? Еще раз повторю, каждый из трех игроков записывает 100 слов, после чего записи сравнивают. Если какое-то слово встретилось дважды или трижды, ну то есть написал его не только один игрок, но и кто-нибудь еще, то это слово у всех вычеркивают. Нет, не могу. Можно я это прочитаю? Могло ли случиться, что у первого игрока осталось 61 слово, у второго 80, а у третьего 82 слова? Чего? Чего? Потому что если, условно считать, что у каждого 100 слов. Можно, давайте, быстрее. Каждый писал по 100 слов. Да. Если, условно считать, что у нас самое маленькое количество слов, у 61 человек, он написал 61 слово, которое не было ни у кого. Значит, надо слово пройти, его. 29 слов, которые есть хотя бы у одного. Правильно. Надо посмотреть, сколько у него вычеркнули. А тут получается 58. Да. Можно на одно слово не хватает. Да, получается, что у него одно слово в четыре, получается ни за что, что ли. Ну, смотрите, когда вычеркиваем слово, то его же вычеркиваем у одного или у двоих других. Спасибо. Вы абсолютно правы. Так, все поняли идею? Да. Когда мы вычеркиваем какое-то слово, то его же вычеркиваем у других. Поэтому сумма 20 плюс 18 должна быть не меньше, чем 39. Ну, а у нас совсем наоборот. Отлично. 550-я задача. Пожалуй, еще легче. На дискотеке 80% времени был выключен свет, 90% времени играла музыка, а 50% времени шел дождь. Какую наименьшую долю времени все это обязано было происходить одновременно? То есть, что? Без света, с музыкой и под дождем. Сколько времени они находились? 50%. Сколько? 50%. 50? А давайте сначала решите. Давайте я еще раз почитаю. Так, слушайте, а вы как-то знаете, что это из котеля? Да. Что это? Это музыка. Это 100% времени. Нет. Дискотека как явление. Вы знаете или нет? Да. Это музыка. Так, понимаете, кто когда-нибудь был на дискотеке? Ух ты, какие вы у меня активные. Так, хорошо. Из тех, кто поднял букву, расскажите, где вы были, как это было устроено, Даня. Я хотела бы устроить. По сути, это что? Просто танцы. Ура. По сути, это танцы, да. Ну, там еще может и другое. Там люди могут разговаривать, могут там еще много чего делать. Но по сути, это танцы, да. Отлично. Отлично. А теперь, значит, есть некое танцевальное сообщество. Они, значит, танцуют, отдыхают. При этом у них там иногда включен свет, иногда выключен свет. 80% времени был выключен свет, 90% играла музыка, 50% времени это все было под дождем. Какую наименьшую долю времени все это обязанно было происходить от администрации? Я думаю, что 30% времени. Как решать? Почему так думаете? Вы должны знать, сколько администрации от администрации выключите свет и грамм будет выключить. Это будет 80%? Не обязательно. Нет. Не больше, ничего нет. Не то. Да? Я не слышу вас. Тут вот шумит эта вентиляция. А теперь 20%? Можно вы выйти к доске и напишите? Потому что так невозможно. Ребята, кто потом будет говорить? Здесь просто шумит, вот этот воздух гоняет. Это хорошо, что он здесь есть, но из-за этого надо говорить громче. Вот, когда-то почти кричать. Нет. Просто это играла музыка. Да. И 80%... Шоп-шопа. Нет, 80% был выключен свет. Да, 80% был выключен свет, то есть 80% плюс, получается 70%. И что это такое? Это минимальное число процентов, когда одновременно и играла музыка, и был выключен свет. Ага, то есть она подумала, что это как бы есть такой большой кусок 80, большой кусок 90, и посмотрела, где они обязаны пересекаться. Ну, в принципе, да. И такая же ситуация с... Да-да-да-да. И получается, что... Сначала разобралась с двумя событиями, а потом добавила к тому, что получилось третье. В общем, это разумно. Кто-нибудь может рассказать то же самое на другом языке, чтобы они были все равноправны? Да-да-да-да. Да-да-да. Быстрее. Можно рисовать схему? Да. Можно рисовать схему? Вот это все 100%? Да. Можно разделить на 10 частей? Ой-ой-ой, нет, вот этого делать точно не будем, у нас столько и нет времени. Нет-нет-нет, да, пожалуйста. Можно нарисовать схему, у которого придется 100%. Из них 90% — это издала музыка. Да. И вот если взять тут 80%, то это будет максимально. А если... Нет, стоп. Вот я не хочу вот этих слов. Поехали. Дело в том, что когда вы говорите «это будет максимальное», но в данном случае вы, конечно, правы, но это еще надо как-то снять, и на это у вас уйдет не так мало сил. Да, пожалуйста. Можно просто смотреть? Можно каждый раз смотреть, вот есть у нас 90% градусов, а сколько не это? Вперед. Если у нас был выключен свет, то 20% времени он был включен. Отлично. Пишите. 20% — свет. Дальше у нас получается, что если у нас 90% времени играло музыку, то 10% она не играла. Нет музыки. Да. Ну то есть тихо, да? Нет музыки. Хорошо. И наконец? Тогда у нас 50% времени не шло просто. Ну, скажем так, сухо, да? Да. Сухо. И что мы делаем? Мы говорим, что, в принципе, возможна ситуация, когда эти события не пересекаются. Ну да. Да. То есть свет был отдельно, когда нет музыки, это было отдельно, и когда сухо было отдельно. И значит, по максимуму это будет 50 плюс 10 плюс 20 — 80. Да. Сумма — это 80, но она значит дополнение — это 20. Согласны? Заметьте, это очень хорошая идея при решении вероятностных задач. Называется переход к дополнительному событию. К отрицанию. То есть вместо того, чтобы смотреть, вот у нас дождь, мы смотрим, а сколько времени дождя нет. Ну и так далее. Хорошо. Абсолютно такая же задача — номер 551. Из 100 человек 85 знают английский язык, 80 знают испанский и 75 знают немецкий. Значит, 25 точно не его не знают. Да. Не знают немецкий. Да. Дальше 85 на этом есть, значит, 15 и не знают. Идею поняли? Ну, дальше 20, получается, не знают, даже 20. Да. Ну, значит, у нас бывают случаи, когда эти люди, они разные. Возможно, случаи, когда все незнайки разные, и тогда у нас незнайки будет… Ну, не знают, когда будет 60 штук, но тогда 40 точно знают. Да. Не больше, чем 60 не знают. Да. Спасибо. Отлично. Отлично. Вы абсолютно правы. Согласитесь, что пока все задачи высшей степени простые, совершенно понятные, замечательные. Вот. Хорошо. Хорошо. Следующее, 552. Каждый десятый математик – философ. Каждый сотый философ – математик. Каждый mundo – философ? Философ или математик? В сколько раз? Это пример. Как только нарисуешь картинку, то ситуация станет абсолютно на понятный вот пусть это будут математики а вот это будут философы хорошо математики философ замечательно а вот теперь соображаем что значит каждый десятый математик философ это значит что если вот таких людей некоторое количество а человек то тогда всего математика будет у нас 10 а потому что каждый десятый из математиков это философ точно так же что значит что каждый сотни из философов математик это значит что он здесь их будет 99 а ну и теперь нас спрашивают а что больше 10 а число всех математиков или 100 число всех философ но понятно что 100 в 10 раз больше чем до 10 обряда между прочим а все ли присутствующие знают смысл слова философ что она означало в разные моменты времени но сейчас философ это кто это тот кто изучает от древнюю грецию кто изучает какие-то учения там не знаю а боги или изучает общее представление людей о чем-то то есть сейчас философия но как-то к абсолютно гуманитарная она во многом связано с историей человеческих представлениями а всегда ли так было это было что универсальный человек это в каком смысле замечать а почему он таким был конечно да вы правы потому что наука еще была маленькая натур философия в точности то же самое что сейчас называется естественная наука то есть важно понимать что разделение наук на физику химию а на самом деле сейчас науки делятся вовсе не на физику химию придите на тот же физический факультет и вы обнаружите там огромное количество разных кафедр и люди с разных кафедр чаще все почти не понимают друг друга потому что наука настолько мелко разбилась что уже нереально заниматься всеми отраслями а наоборот несколько столетий назад запросто человек мог заниматься разными областями науки и быть что называется на передовых позициях и там и там достаточно сказать что в те времена считалось что если вы ученый то вы можете рвать зубы прямом быть зубным врачом взять клещи вырывать зубы а почему что образованных людей было просто мало и соответственно вот если у человека есть хоть какие-то представления о медицине вообще о том как что устроено ну замечательно значит что называется работой бери и лечи наука была просто маленькой это не значит что она была плохой именно из той науки все нынешние и получилось слово философ тогда имела совсем другое значение чем сейчас сейчас философия это такая маленькая маленькая часть московского университета вот этот будет такой несчастный почти на нем и студентов то нет и преподавателей там мало и так далее и так далее а в свое время был совсем наоборот почти весь университет это это были бы те самые философы нет не так мало и кроме то тут всегда важно относительное количество вот и математики в какой-то момент были более-менее философами и так далее и так далее потому что слово имело другое значение 553 задач каких натуральных чисел от единицы до тысячи девятисот девяносто трех больше всех которые кратны 8 но не кратны 9 давайте я напишу это множество множество тех чисел n что она от единицы до тысячи девятисот девяносто трех при этом не делится на 9 и при этом делится на 8 или другой вариант то же самое от единицы до тысячи девятисот девяносто трех но при этом наоборот делится на 9 не делится на 8 каких больше ну и ребят на самом деле давайте даже так посчитаем сколько каких штук да пожалуйста да пожалуйста в первом грянеце каждое девятое число с трех на 8 а в втором каждое восьмое число с трех на 9 ответ каких больше верхних или нижних вот этих больше да замечаю это верхние почему ну философски говоря вы правы но можно это как-то понятнее сказать да 8 меньше девяти это замечательно и что как это сказать понять по сути это правда первое множество конечно больше не хорошо для того чтобы не было таких вот просто рассуждений сколько штук вот скажите мне пожалуйста как посчитать количество часто количество элементов обозначают просто вертикальными палочками сколько здесь ну и соответственно сколько здесь да пожалуйста да да молодец вы абсолютно правы надо сделать такую штуку разделить на 8 только вот беда будет не целое число что на целом округлить то что называется взять целую часть да и теперь надо еще выкинуть что надо выкинуть но на самом деле не обязательно может был прямо сразу тысячу девяносто 3 делить на 9 или вы правы сначала на 8 потом еще раз на 9 вот такой ответ так давайте я не хочу считать устно давайте я здесь в уголке посчитаю 1993 делю на 8 249 и 1 в остатке но этот остаток меня совершенно не интересует важно что вот это число это 249 так его теперь делю на 9 это наверное можно сделать даже устно да 24 делить на 9 это 2 и 6 в остатке 69 делить на 9 это 7 7 замечательно и сколько же будет 249 минус 27 222 замечательно давайте здесь посчитаем то же самое не совсем так надо число 1993 разделить на этот раз на 9 и то же самое действительно вычесть 1993 делить на 72 так считаем это будет по моему 221 да 221 минус те же самые 27 ну можно вычитать можно не вычитать понятно что если здесь уменьшилось то никуда не денешься и здесь уменьшится 100 обратите внимание это совсем просто совсем простая вещь у меня картинка понятная да когда есть все числа вот все числа от 1 до 1993 есть те которые делятся на 8 есть те которые делятся на 9 и есть вот те которые делятся и на то и на то то есть которая делится на 72 хорошо давайте теперь лагерат Следующая задача наполовину про случай 2-х множеств, наполовину про случай 3-х множеств. Я понимаю, что вам будет казаться, что это слишком просто. Сколько существует натуральных чисел меньших тысяч, которые не делятся ни на 3, ни на 5? То есть числа от 1 до 999, при этом выполнены следующие условия. Н не делится на 3, Н не делится на 5. Хорошо вас пишите. Начало делим число 999 на 3, улучшаем 233. Пишите. 999 делить на 5 это не будет 200. Пишите. Первое. Пишите. 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 2 вот это равенство, мягко сказать, странное. 333 разделить на 5 это не будет, это не будет 66. Нет, давайте разбираться. Вот, смотрите, во-первых, здесь напишите нормальные кветочки, чтобы он всем видно. 999 разделить на 3, это и правда 333. А что вам дальше нужно? Вам нужно 999 разделить на 5, так пишите так. Только вам нужно взять целую часть. Вы знаете такой значок? Целая часть числа. И сколько же это будет? Пишите. 199. Так, отлично. Следующая строчка. 999 делим на 15. Вот это на 3, а это делается узно, легко. 199, как это делить на 3? Конечно. Будет 66. Все. А теперь картинка. Вот есть все числа, 999 штук. Среди них есть делящиеся на 3. Среди них есть делящиеся на 5. Что дальше делать? Вот эти числа. Правильно. А теперь нам надо узнать вот эти, вот эти все числа, которые не делятся ни на ту, ни на ту. Как это сделать? Надо взять 999. Дальше что? Да, минус что? Числа, которые делятся на 3. Пиши. Минус числа, которые делятся на 3. То есть, минус 333. То, что мы сейчас делаем, называется формула включения-исключения. То есть, 999 минус 333. А еще какие числа надо выкинуть? Чтобы 10, 15, 5, выкинуть. И за счет, минус 66. Неверно. Да. Минус 366. Это мы вычли те, которые делятся на 5. А вот дальше очень важно. Плюс. Почему плюс? Потому что вот эти числа мы выкидывали 2 раза. Один раз вот здесь, а другой вот здесь. Понял? Да. Замечательно. Осталось посчитать. Сколько же это будет? Молодец. 666 плюс 66. Сколько будет? Сначала лучше сложить. 732. Отлично. Вычитать 199, это то же самое, что вычесть 200 и прибавить 1. Да, да, да. Еще раз. Вычесть 200 и прибавить 1. Сколько будет? Пишем. 533. Договорились? Спасибо, садитесь. Следующий пункт той же самой задачи. Сколько существует натуральных чисел меньших тысячи, которые не кратны ни 2, ни 3, ни 5. То есть, смотрите. Вот сюда вписываем такую штуку. Н нечетное число. Вся математика не может выйти за пределы каких-то соображений, типа 2 плюс 2, 4, 3 плюс 3, 6. То есть, в некотором смысле вся математика, это то же самое. Только прелесть состоит в том, что космические корабли все-таки летают. Ну, в последнее время в нашей стране не очень летают, но в мире летают. И, не знаю, ваш сотовый телефон работает. А это между тем чисто эта математика, компьютерная программа и так далее. И вот, просто очень многое на свете можно понять, анализируя вроде бы такие простые соотношения. Конечно, нет, по сути, конечно, все это просто. Работаем. Я, я решила, я не буду решать по-другому. Я... Хочешь так решать? Я думаю, так. Формула для решения. Как? Окей, хорошо. Нужно... А, ты из 995? Да. Вычти слово, которое кратно 2. Пишите, пишите. Минус. Минус, соответственно. А сначала напишите через целые части. Потому что давайте мы сначала напишем формулу, а уже потом... Да, да, да. А уже пишите 999 делить на 2. Потому что здесь четко разделяется написание формулы, по которой считать, и, собственно, вычисление. В чем вычисление уже не так уж интересно. 999 разделить на 3, да? Давайте это выйти. Да, хорошо. Теперь нужно прибавить то, что мы посчитали 2 или там 3 раза. Отлично. Ну, это, соответственно, те числа, которые, например, кратны 15, кратны 10 и кратны 6. Да, ты нам варишь, Миша. 60. 60 там вообще не будет. Дело в том, что 2 на 3 на 5 – это вообще не 60, а 30. Да, с ними нам тоже придется разбираться. Но дайте сначала написать хотя бы то, что пишут. 999 делить на 10, да. 999 разделить на 6. А теперь нам осталось еще прибавить то, что делится одновременно и на то, и на то, и на то. Отлично. И это неверно. То есть хорошо, что вы вспомнили, что бывают числа, которые делятся и на то, и на то, и на то. Но... Потому что когда мы складываем, то, что у нас будет высечение. Вычисли. Давайте эту картинку мы нарисуем и объясним, почему вы не правы. Посмотрите, вот у нас есть вся картинка, у нас есть вот эти вот множества, да. Вот это вот четно, условно говоря, да. Это четно, это делящиеся на 3, это делящиеся на 5. Смотрите, что мы здесь сделали сначала. Сначала мы их вычли, потом вот это вычли, потом вот это вычли, да. Потом вернули вот это вот, прибавили, прибавили, прибавили. Подумайте, пожалуйста, что у нас здесь. А на самом деле сколько? Да, конечно. Мы три раза его вычли и три раза его прибавили. Что мы вообще считали? Вы считали все числа крови этих? Получилось, что вот это по одному, вот эти по два, а этот был три раза. И мы прибавили этот вот карман по одному, и тут получилось снова три раза, и мы его как бы убрали. А нам нужно снова убрать, поэтому нужно вычесть вот как раз. Жили-были все 999 чисел. Мы из них вычли вот это, вычли это, прибавили. Но нам это было вычесть один раз. У нас цель-то найти количество вот таких вот чисел, которые здесь не лежат нигде. Поэтому надо еще написать не плюс, а минус. Минус те числа, которые делятся и на 2, и на 3, и на 5. Сколько их всего? Да, их тридцатая часть. Ну а теперь спокойненько пройдите и под каждым из этих чисел напишите сколько это будет. Да, 499, 333, 199, 66, 99, отлично, 166 и осталось чуть-чуть. Народ, кто посчитает, кто скажет? Ну а что, можно самому посчитать? Давайте-ка напишем форму, которая для вот этой нашей задачи фактически была решением. То есть здесь у нас были там числа, деляющиеся на столько, на столько, на столько. А давайте это напишем в общем виде. Эта штука довольно интересная. Между прочим, она является крайне важной для арифметики. Поэтому давайте сейчас потратим некоторое время на это. Итак, какие надо понимать, что есть формулы. Если у нас есть два множества и мы хотим посчитать, сколько элементов содержится в их объединении, то сделать надо так. Посчитать, сколько элементов в первом множестве, во втором сложить и вычесть пересечения. На всякий случай нарисую картинку, что такое для двух множеств их объединения. Вот эта картинка называется объединение. И что такое для любых двух множеств их пересечения. Извините, я понимаю, что это просто, но это надо, чтобы все-все-все знали. Итак, вот это называется объединение. Это множество точек, которые принадлежат хотя бы одному из этих множеств. Вот здесь вот слово или. А здесь пересечения. Это элементы, которые принадлежат одновременно этим множеством. На всякий случай в математике для того, чтобы у нас было все сразу на всех языках понятно, чаще всего не пишут в этом месте русское слово или, а пишут вот такую вот галочку. А в этом месте пишут чаще всего вот такую штуку. Есть еще любители писать не такой значок, а такой. Я их совершенно не приветствую, потому что, понимаете, вот этот значок есть на клавиатуре компьютера, поэтому его всегда легко просто набирать в тексте, да? А вот этих галочек их, в общем, нет. Ну, в качестве такой пишут буквы «разгодиться», но это уже плохо. Неправильно использовать в качестве галочек. Вот. Но, тем не менее, стандартные обозначения вот такие. Почему есть любители использовать здесь галочку вниз, а здесь галочку вниз? Потому что между объединением и пересечением есть очень простая связь. Называется закон перехода к дополнению. Закон взаимности деморгана. Если есть некоторый универсум, который содержит два множества, некоторое большое множество, внутри которого есть два других, да? То смотрите, что в таком случае мы можем сделать. Если мы интересуемся вот этими элементами, то их можно получать двумя способами. Один способ такой. Давайте так большое множество обозначим буквы «у». Надо взять «у» и выбросить из этого самого «у» объединение «а» и «b». То есть взять объединение и закрасить все, что туда не вошло. Это один способ. А другой способ такой. Мы делаем так. Мы выбрасываем из «у» множество «а» и пересекаем это с результатом выбрасывания из множества «у» множество «b». Как вы считаете, очевидно, что это одно и то же или нет? Да. Очевидно. Потому что что здесь написано? Элемент должен одновременно быть и здесь, и здесь. Когда он здесь? Когда он не в «а». Когда он здесь? Когда он не в «b». Здесь написано, что он не там, не там. Так вот, ребята. Для того, чтобы эта формула выглядела еще как-то короче, иногда делают так. Вместо этого «u» пишут палочку над этими элементами. И поэтому иногда ту же самую мысль записывают так. Берут объединение, сверху пишут вот такую штучку, называется дополнение. А здесь пишут вот так. И говорят, дополнение к объединению двух множеств – это пересечение дополнений. И, между прочим, можно нарисовать другую картинку и тоже будет очень похоже. Смотрите, если взять такую штуку – дополнение к пересечению. Что такое дополнение к пересечению? Это все, кроме… Понятно, да? Понятная идея? Дополнение к пересечению. Так вот, пожалуйста, подумайте и поймите, по какой причине это то же самое, что объединение дополнений. Что такое «u» без «a»? Это надо взять и заштриховать все, кроме вот этого множества. Что такое «u» без «b»? Это заштриховать все, кроме этого множества. Если вы это объедините, то, честное слово, получите вот то, что я здесь заштриховал. Вот. По-другому это же написывают так. Дополнение к пересечению – это на самом деле объединение дополнений. То есть вот для множеств… Это совсем простые вещи, это совсем простые законы. Но удивительным образом это часто оказывается полезным, да? Это для двух множеств. Теперь давайте напишем и нарисуем картинку, напишем формулу и нарисуем картинку для трех множеств. Итак, опять имеется наш универсум. Там расположены какие-то три множества. Что нас интересует? Ну как? Например, дополнение к объединению трех множеств. Замечательно. Смотрите, что это такое. Если нас интересует, сколько там всего элементов, то мы должны сделать так. Посчитать, сколько элементов всего в множестве u, вычесть количество элементов в множестве a, вычесть количество элементов в множестве b, количество элементов в множестве c, прибавить попарные пересечения, такое, такое и такое, и, наконец, вычесть тройное пересечение. Вот это называется формула включения-исключений для трех множеств. Теперь скажите, пожалуйста, а для четырех множеств сможете вы нарисовать такую картинку? Это, между прочим, уже непросто. Я уверен, что это из присутствующих, дай бог, один-два человека. Нарисовать такого типа картинку и дальше написать формулу включения-исключений для четырех множеств. Это намного легче. Спасибо, садитесь. Давайте посчитаем, сколько кусочков на этой картинке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Четырнадцать. А теперь смотрите, множество у нас четыре. В каждое из них можно входить, а можно не входить. Получается, что вообще-то должно быть дважды 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 дважды. Должно быть шестнадцать кусочков. А у нее на картинке их всего лишь четырнадцать. Господа, если вы рисуете круги, то вы упираетесь в следующую неприятность. Можно я вот здесь нарисую большую картинку? Посмотрите, второй круг нарисовали, на сколько частей разбилась вся плоскость? Четыре, конечно. Одна часть, вторая, третья, четвертая. Теперь смотрим, когда нарисовали еще один. Сколько получилось частей? На задней восемь. А почему? А потому что есть вот такие туги. Вот эта туга разделила часть на две. Вторая туга, третья туга и четвертая туга. Четыре туги, каждая разделила на две части. То есть добавились четыре новой части. Отлично, казалось бы, все хорошо. Когда вы проводите еще один круг, неважно как, то он пересечется с каждой из предыдущих окружностей, окружность пересекается окружностью, максимум по двум точкам. И поэтому он будет разбит шестью точками, максимум на шесть дуг. Поэтому добавится максимум шесть кусков. Ну давайте я произвольно нарисую как-нибудь. Вот такой круг. Сколько ли? Раз, два, три, четыре. Да, добавилось шесть точек, значит шесть дуг. Поняли, да? А значит, все плохо. Полмаксимум 14 частей. А нужно 16. Можно помнить? Мне не нужна формула, мне нужна картина. Формула включения-отключения будет чуть-чуть позже. Сразу мы с тобой картину нарисуем. Месяц и билет назад у нас просто на кружке была тема специально разобрана. Поэтому там, где у нас все видео лежат, просто наберите, называется оно 4 овала. Там я про это долго подробно рассказывал. Овал – это эллипс. А? Ну конечно. Да. Очень легко нарисовать для одного множества. Согласны? Дальше. Согласны ли вы, что на самом деле для двух множеств нарисовать тоже легко? Так? Так. Сейчас нужно нарисовать третье множество и после этого четвертое. Только, ребята, четвертое множество я нарисую так, чтобы оно более или менее отхватывало половину этой картинки. То есть вот здесь вот эта линия проходит так, почти что по вертикали, почти пополам делит эту картинку. Вот это первое множество. Это второе. Вот это я уже называю четвертым. Теперь вопрос. Как нарисовать третье множество? Смотрите. Первое, второе и третье, по сути, это должны быть наши три круга. Согласны? Да. Согласны. Вот если я расположу так, то будет плохо. Потому что у меня вот эта вертикальная штука, эту не разрежут. Надо, чтобы вертикаль разрезала каждое из множеств. Как это сделать? Да. Пожалуйста. Есть наши? Кажется. Кажется. Смотри. Покажите пальмушку. Вот этот кусочек принадлежит наркоману. Вот этим двум и тому. Да. Первое, второе, четвертое. Один, два, четыре. Да. Еще один кусочек показывает. А этот принадлежит три и четыре. Понимаете? Да. Все, спасибо. Так, господа. Давайте мы проверим эту картину. Мы на каждой части напишем, каким множеством она принадлежит, а другим не будем писать, кому не принадлежит. Вот смотрите. Вот это принадлежит только первому множеству. Это принадлежит только второму. Это только третьему. Это только четвертому. Вот этот кусочек принадлежит первому-третьему. Вот этот кусочек первому-второму. Этот первому-второму-третьему. Вот этот кусочек принадлежит второму-третьему. Так, идея понятна? Да. Замечательно. А теперь смотрите. В чем была идея четвертого множества? В том, что у нас была, что называется, правильная картинка для трех множеств. И после этого мы ее отсекли половиной. Тогда получилось здесь 1, 4. Здесь 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Вот здесь вот 2, 4. Правильно? Здесь 3, 4. Для того, чтобы стало что-то еще понятнее, давайте я для трех множеств эту картинку нарисую еще раз. Вот картинка для трех множеств. Вот это 1, это 2, это 1, 2, это 3, 2, 3. Вот это вот 1, 2, 3. Это 1, 3. Вот это вот множество 1, 2. Что? 2, 1, 2, 2, 2, 3. И что? Все хорошо. Стоп. Это было так, я специально говорю, для трех множеств. Когда вы провели четвертое, то вот это превратилось в 1, 2, 4, а это осталось, вот этот кусочек здесь я его забыл написать, но это, конечно, 1, 2, 4. Так, проверяйте, есть ли на этой картинке где-то совпадающие узкие? Есть или нет? Нет. Хорошо. Так. А весь еще большой? Все остальное еще. Все остальное, где ничего не написано, потому что оно не принадлежит ничему. Понятно, да? Дополнение к всем четырех множествам. Хорошо. Теперь, выписывая формулу, которую один из вас уже обещал, для четырех множеств, можете? Скажите, что вам хочется сделать, чтобы превратить эту формулу в формулу для четырех множеств? Да. Вытянутся туда, где? Ночего, где? Правильно. Прибавим все. И прибавить попарные пересечения, да? Вместе с Д. Да. И потом вычесть тройные. А потом еще прибавить пересечения всех четырех. Давайте я сейчас попытаюсь аккуратно это написать. Значит, выбросить объединение четырех множеств. Это смотрите, что такое. Это нужно сначала взять, посчитать, сколько у нас всего элементов. Выбросить каждое из множеств. При этом, заметьте, некоторые кусти мы выкрасываем дважды, а некоторые даже больше, кажется, четырех. Потом прибавить всевозможные попарные пересечения. Их будет очень много. Их будет, вообще-то, шесть штук. А, В, А, С, А, Д, В, С. Совершенно верно. В, Д. И еще, С, Д. Вычесть тройные. Их будет тоже много. Их будет четыре штуки. Да, да. А, В, Д. А, С, Д. И, наконец, В, С, Д. И после этого прибавить пересечение всех четырех. Да. А, В, С, Д. И вот, ребята, сейчас, пожалуйста, разглядывая вот эту картинку, поймите, что эта формула правильная. Смотрите внимательно на картинку, и про каждый кусочек поймите, что с ним, что называется, все будет правильно. Как это сделать, чтобы все-таки решать на 16 разных задачах? А вот как? По сути, кусочки бывают такой, таких типов. Бывают элементы, которые никуда не вошли. Их мы посчитали только здесь, и больше нигде их не вычитали. И, собственно, это и есть. Вот, все это было в каком-то универсии у нас. И это и есть то, что надо было считать. Отлично. А, С, Д. Да. У вас есть кусок 2, 3, 4, да? Да. На этой картинке, да, надо написать 1, 2, 3, 4? Нет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вот здесь все. Да. А 2, 3, 4, вот здесь. А, я не увидела там неделю. А, все хорошо. Так, так вот, повторяю. Бывают кусти, которые покрытие ровно в один слой. Входят только в первое множество, и больше никуда не входят. А с ним все просто. Его мы посчитали, его элементы посчитали вот здесь, и его мы вычмем. Все. Есть кусочек поинтереснее, который входит в 2. Например, только входит в 1, 2, а в 3, 4 не входит. Тогда вот какая ситуация. Мы его посчитали здесь с плюсом, здесь посчитали с минусом, и еще один раз посчитали с плюсом. 1, минус 1, минус 1, плюс 1. Замечательно. Дальше хуже. С тремя. То, что входит в первое 3, например, а в четвертое не входит. Мы считали один раз, потом три раза вычитали, потом три раза прибавляли, и потом один раз вычитали. То есть 1, минус 3, плюс 3, минус 1. Сколько раз мы вычитали? Ноль раз. Так и надо было. Ну и, наконец-то, входит во все 4. Такие элементы мы учитывали везде. То есть сначала один раз, потом минус 4, потом плюс 6, потом минус 4, потом плюс 1. Господа, вот интересный вопрос. А как можно было доказать эту формулу, потому что называется попроще, как можно было понять, что обязательно так будет? Ну, один из способов такой. Смотрите, что можно было сделать. Можно было взять вот эту формулу для трех множеств. и ее применить к четырех. Вот давайте я попытаюсь рассказать. Если честно, я такое доказательство очень не люблю, потому что гораздо лучше, гораздо понятнее доказательства с так называемыми индикаторами функции. Но давайте все-таки сейчас разберем то, что... Не обязательно рассказывать всегда только то, что я люблю. Значит, посмотрите, какая здесь история. Вот есть у нас множество... В нем есть какой-то кусок, называется множество D. Согласны? Как можно рассуждать? Вот у нас есть еще какие-то там три множества, да, А, В, Ц, я не знаю, как они там расположены. Нас интересует то, что входит в... Не входит ни туда, ни туда, ни туда, ни туда. Так смотрите, какой есть понятный способ это делать. Значит, можно взять... Можно взять и сказать следующее, что мы берем все множество... Это понятно. Выбрасываем из него множество D. Это понятно. А вот дальше смотрите, что надо сделать. Дальше надо выбросить вот эту часть. Согласны? Замечательно. Замечательно. А что это за часть? Вот в этой формуле я посмотрю отдельно место, где входят только А, В, Ц, а D не входят. И отдельно, где входит D. И, наверное, станет понятнее. Смотрите, пожалуйста, что здесь есть. Давайте я даже вот здесь уберу время на вот это и напишу формулу следующим образом. Значит, есть множество U. Это понятно. Дальше вычитаем А, вычитаем В, вычитаем количество элементов множества С, прибавляем пересечения. Мне почему-то кажется, что у этого есть смысл. Вот когда мы так пишем и вычитаем А, В и Ц, то есть вот у этих вот слагаемый смысл. Все помнят, что это такое? До этого места. Дальше не будем писать. Что это было такое? Это формула включения и исключения для трех множеств. То есть это количество элементов чего? Кубец объединения трех множеств. Согласны? Отлично. И это мы с вами сделали. А теперь вопрос. А что там еще осталось? А еще там осталась следующая штука. Осталось минус D плюс пересечения А, В, С, D. Ребята, если мы сейчас этой величине отойдем в смысл, то на самом деле у нас все получится. Плюс пересечения С и D минус пересечения А, В и D минус пересечения А, С и D. Давайте подумаем, что это такое на самом-то деле. Это форма включения и исключения, где D играет роль У, а пересечения D. Где D играет роль универсума. Посмотрите, что можно на самом деле здесь сделать. Можно здесь поставить минус перед скобкой, а все знаки внутри изменить. Совсем все знаки внутри изменить. И у нас получается D, это как бы универсум, Жан-Вер. Здесь А, В, Д, А, С, Д. Что там еще бывает? Бывает В, С, Д, да? В, С и Д. И бывает минус еще А, В, С, Д. А, В, С и Д. Так, господа, что же такое написано здесь? Это помним. Написана фактически формула включения и исключений только, когда действительно роль универсума играет D. То есть, вот то, что здесь в скобках, это количество элементов, множество D, из которого вычеркнули А, В и С. При этом вычеркивать целиком А, В и С, или их пересечения с D, это все равно, потому что все равно все это происходит внутри D. И теперь смотрите, что у нас здесь есть. Вот здесь написано, количество элементов множества U, если из него вычеркнули множество А, В и С, то есть их объединение выбросили. А что написано здесь? Мы еще выбрасываем часть множества D, которая не входит в А, В и С. То есть то, что выбрасывается, когда вот D пришло, то некоторые элементы выбрасываются там несколько раз, но это неинтересно, потому что их уже выбросили. А вот именно столько штук новых, те, которые в D входят, а в А, В и С и не вкатили. И вот это есть вторая половинка формулы. Я не знаю, понять не стало или нет? А вот еще раз повторюсь. Индукционное доказательство формулы включения-исключения, один из способов, состоит в том, что мы, скажем, для четырех множеств формулу записываем в два куска. Один – это тот, где множество D не входит. Это половина этих слагаемых, да, вот это, вот это. А другой – там, где множество D входит. Замечательно. И после этого, как у каждого из них, вполне понятный смысл. У первого – это количество элементов дополнения к объединению множеств А, В и С. У второго – это количество элементов, которые мы выбрасываем из-за того, что выбрасываем четвертое множество. То есть пока мы выбрасывали только А, В и С, мы их не выбрасывали. А вот когда четвертое рисуем, то количество вот таких вот точек. Таких точек.